Привет, друзья! С вами снова Кирилл Куницкий и Игорь Гарнага. И прямо сейчас мы направляемся из Алматы в Киев, находимся на борту самолета авиакомпании Air Astana. Это одна из моих любимых авиакомпаний, наверное, даже любимая авиакомпания по уровню сервиса. И решили для вас записать такой некий подкаст-интервью. Игорь, расскажи, как твои впечатления вообще от Казахстана? Мы были неделю, да? Была масса интересных встреч. Кирилл проводил тренинги. Мы встречались с бизнесменами из Казахстана. Я завел много друзей, которые ходят к Кириллу и получил инсайд от них. И в целом, короткая информация, которую я хочу поделиться с вами. Казахстан – это страна, которая идет ногу со временем, но одна нога вперед, а вторая отстает. Поэтому вести бизнес в Казахстане довольно комфортно. Налоги минские, конкуренция маленькая. И самое главное, что очень много отсутствует продуктов на рынке. Очень много продуктов отсутствует. Заходить в Казахстан можно и, соответственно, вести новый бизнес и заводить новые отношения. Действительно крутая страна, поскольку сам уже давно веду бизнес в Казахстане. И могу сказать, что страна очень классная. Самое главное, очень отличные люди, очень гостеприимные. Общайтесь с казахами, они очень гостеприимные, очень радушные. Помогут по любым вопросам. Супер, супер. У Игоря были еще вопросы, которые он хотел задать. И он положил, что ответы на эти вопросы могут быть вам интересны. Игорь, какие у тебя есть вопросы? Да, Кирилл, смотри, у меня сейчас такая проблема. Я веду одновременно 2-3 бизнеса. И есть некоторые проблемы. А. Это финансовый учет, как вести 3 бизнеса параллельно, как разделять денежные потоки. И. Б. На какие ключевые точки нужно ставить акценты, чтобы параллельно еще не ввязываться в оперативку, а смотреть на рост компаний или искать другие направления. Игорь, окей. Отвечу на вопросы Игоря. Это первое, что важно понимать, что заниматься одновременно несколькими бизнесами достаточно сложно, когда все бизнесы находятся на этапе стартапа, на этапе начального роста. И очень важно отстроить сначала один бизнес на определенный уровень. То есть вывести его за точку безупыточности, вывести в новый уровень стабильности, достичь стабильной команды в этом бизнесе. И только потом заниматься другим бизнесом. Потому что любой бизнес на этапе стартапа, он подобен новорожденному ребенку, требует очень много времени. и, соответственно, требует много времени, энергетических ресурсов собственника, и, соответственно, распыляясь между несколькими бизнесами, во-первых, получается, что каждый бизнес такой себе недобизнес, то есть он недостаточно эффективен, и, второе, риски возрастают от того, что не успеха и там, и там, поэтому очень важно сначала поднять один бизнес, потом поднять, потом приходить ко второму. Вообще, один из главных активов любого бизнесмена – это команда, поэтому очень важно делать ставку на команду, очень важно растить команду, собственно, чем мы и занимаемся в бизнес-структуре, в Украине, в Казахстане, мы, я делаю очень большую ставку на команду, я никогда не пользуюсь там, условно, всяким аутсорсингом услуг, я всегда все расшиваю внутри, потому что, когда я строю команду, я получаю не только результат, который дают сотрудники, но я получаю также и капитализацию опыта людей, то есть фактически есть такое понятие в балансе даже компаний западных часто используется goodwill, то есть goodwill – это совокупный опыт команды, такой трассе он goodwill, когда занимаешься построением команды, вот, ну и денежный поток, естественно, важно разделять, нельзя мешать бизнесу одновременно, иначе возникнет финансовый каннибализм, когда один бизнес начинает вымывать деньги с другого и съедать, поэтому это очень важно. Скажи, пожалуйста, правильно строить команду новую или на базе старой, если эти бизнесы вообще не связаны с, допустим, это бизнес услуг и бизнес поставки товаров или ритейл или производства, лучше, как бы ты посоветовал, строить на одной базе компанию или разделять компании, отдельно, они зависящие друг от друга? Ну, однозначно, если бизнесы разные, разделять компании, когда возникает уже много направлений, бывает, что такие серийные предприниматели начинают строить управляющую компанию, это также может быть классным решением, но это уже со временем. Самое главное, чтобы, если открывается новая компания и если кто-то из старого бизнеса переходит в новый бизнес, важно, чтобы не страдал основной бизнес, то есть круто взрастить уже команду, на которую можешь операться и переводить кого-то в новое направление, но без ущерба для старого. То есть всегда, поэтому очень важно, чтобы каждый центр ответственности, каждый эксперт в бизнесе взрастил себе преемника, чтобы он, то есть если я собираюсь кого-то переводить в новое направление, пусть он взрастит себе преемника и тогда только я буду строить, переводить его в новое направление. Но важно, чтобы была команда, это очень сильно, очень сильно. И, кстати, поэтому важно, как можно быстрее расти бизнес. Потому что чем быстрее растет бизнес, тем больше компания способна набирать людей. А чем больше компания набирает людей, тем больше растет статистическая вероятность того, что будут находиться самые крутые люди. Потому что нужна большая выборка. То есть нужно много людей просеивать, чтобы найти действительно сильных. А для этого нужна большая организационная структура. Хорошо. Такой тогда вопрос. Ты начинаешь растить новое направление. Какой бы твой был первый шаг? Это набор персонала? Или ты сам анализируешь рынок? Или ты берешь аутсорсинг? Как ты видишь это? Понять рынок, понять, кто клиент, понять, в чем потребность клиента. Увидеть неудовлетворенную потребность. И убедиться в том, что объем рынка достаточный. Он платежеспособный. И текущая рынок инкуренции позволяет выйти и создать сильные инкурентные продукты. Для этого нужно общаться с представителями рынка. То есть прообщаться. По маркетингу это называется фокус-группы. Но это можно делать просто общаясь даже с клиентами вживую. Просто приходя к компаниям или к людям и говоря, ребят, в чем проблема? Есть ли такая потребность? Как сейчас удовлетворять ресурс? Разговоры, разговаривают, разговаривают. Этот этап мы уже прошли. Ты сформировал видение. Понял, что продукт актуальный. Нашел его. Какой дальше шаг? Ты берешь персонал или ты начинаешь сам курировать поставки, допустим, или производство продукта, или его? Вопрос наличия бюджета. Как говорят всегда, хороший стартап – голодный стартап. То есть должен неплохо начинать бизнес, заливать его сразу инвестициями. Поэтому лучше всегда стараться, когда называется термин «бутстреппинг» в венчурном инвестировании, то есть когда начинаем все делать с нуля. Но в любом случае какая-то минимальная команда нужна. Всегда нужно вначале убедиться, что я могу на минимальном уровне уже удовлетворить потребность клиента, обеспечить качество продукта, а дальше качать доходную ногу. То есть это маркетинг-продажи, маркетинг-продажи. Поначалу хорошо пропустить через себя, если есть возможность, если есть время. Это повысит вероятность успеха, потому что в бизнесе действует такой принцип «хочешь обеспечить качество результата, а обеспечить качество процесса». Чтобы обеспечить качество процесса, я должен быть уверен в том, что сотрудники, которые у меня работают, они делают правильные шаги. Поэтому я должен в идеале пропустить через себя, если есть возможность. Если нет, то силами людей. Но тут классно, конечно, если есть уже команда, которую можно подключить, существующую, проверенная команда. Всегда сложно работать с зелеными, непроверенными людьми. По финансовым потокам, в принципе, все понятно. Берем финансовые потоки. Если финансовых потоков не похватает, что мы делаем? Разделяем их между компаниями и кредитуем одну компанию, другую компанию. Да, проводим это как кредит, как займ. То есть не переливаем просто бесконтрольно деньги между бизнесами. Одна компания проводит это как займ другой компании. Это уже отдельная тема, я думаю, мы ее сегодня здравить не будем. Расскажи об этом в следующем «Бизнес-инсайде». Спасибо вам. С вами был Кирилл Куницкий. И Игорь Вердаков. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся. Ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok